Герою нужна помощь. Два года назад Адам Арслан Мирзаев из села Ленинаул Казбековского района спас тонущих в озере друзей. О его поступке узнала вся страна. Но, как оказалось, семья мальчика в тяжелом финансовом положении. Мать одна воспитывает четверых детей. Как живет маленький герой и чем дагестанцы могут ему помочь, расскажет Патимат Бурзиева. Старенький домик на окраине Ленинаула. Здесь 14-летний Адам живет вместе с мамой, младшими братьями и сестрой. В пятером они ютятся в одной комнате. Это для них и спальня, и детская, и зал. Живется, вы сами же видите, здесь в таких условиях не каждому так просто жить будет. Содержать четырех детей еще на не самую большую зарплату. В доме Арслана Мирзаевых долгое время не было газа и воды. Подростку вместе с младшим братом приходилось таскать воду издалека, колоть дрова, ухаживать за коровой. Но учеба времени оставалось не так уж и много. Тут изначально-то я, когда это место увидел, ужас был. Так-то более-менее в порядок привели. Вот воду провел недавно, газ провели. Сейчас намного удобнее. Им хотя бы топором махать не надо каждый вечер. Могут хоть немного на учебу отвлечься. На первый взгляд кажется, что Адам обычный подросток. Каких в Дагестане тысячи. Но два года назад мальчик совершил геройский поступок. Спас тонущих в озере друзей. Один начал там тонуть, потом другой за ним. Ему решил помочь. Он не смог ему помочь. Потом я запрыгнул туда, начал сзади толкать ноги. Я сам уже руку не мог поднимать, под воду ушел. Я ноги под собой, землю дотронулся, сильно оттолкнулся вперед и пошел. Рассказать о случившемся взрослым подростки побоялись. Ведь купаться на этом озере было нельзя. Через год как узнали, мы уже никому не говорили, здесь нельзя купаться. Мы пошли сюда, все равно искупались. О геройском поступке Адама узнали не только Ленина Ульдзе, но и вся Россия. Школьника пригласили в Совет Федерации, где наградили медалью. Письмо пришло, потом отправили билеты электронные. Нас туда вызвали, прямо в Совете Федерации. Его, имеется в виду, наградили орден за мужество, спасение и удостоверение, как положено. А нам хорошо учиться в школе. Мальчик уже выбрал для себя профессию. Он собирается стать спасателем МЧС. Учиться, если честно сказать, на отлично не скажешь. Но сейчас уже старается. Сейчас понял, ему и в Совете Федерации после награды обещали, что МЧС его устроит. И только после участия юного героя в передаче «Первого канала» стало известно, что семья Адама нуждается. Мать работает техничкой и одна воспитывает четверых детей. Тяжело было. Дрова вечером надо было делать. Утром корову кормлю, выпускаю его. Потом здесь дома то, что есть по хозяйству, работу тоже делаю. А потом уроки в школу. Оттуда возвращаюсь. Опять корову кормим. Для помощи Арслану Мирзаевым был объявлен сбор в социальных сетях. За сутки собрали объявленную фондом сумму. Но ее, считает окружающий, вряд ли хватит, чтобы построить дом и купить необходимую мебель. Поэтому помочь семье мальчика может любой неравнодушный житель Дагестана. «Сейчас, благодаря его поступку, многие узнали об этом. Каждый, кто может, хочет помочь, все стараются помочь. Хочется всех вас отблагодарить. Каждый, кто хоть чем-то им помог. Это им большая помощь. И теперь легче хотя бы немного стало». Зиму Арслан Мирзаевы проживут в своем стареньком доме. Ну а строительство нового для нуждающейся семьи начнут уже весной следующего года. Патеман Бурзиев, Амхарбек Мариев. Время новостей. Казбековский район. Субтитры создавал DimaTorzok